Всем привет! С вами снова подкаст «Хочу в геймдев» и наш уже 14-й выпуск на интереснейшую тему «Профессия продюсер игр». С вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики НИУВШ, где вот мы больше пяти лет как раз учим людей, чтобы они впоследствии становились продюсерами, начиная с базовых должностей. О них мы тоже сегодня поговорим. Всем привет! С нами Олег Добраштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XP. Олег, привет! Здравствуйте, Вячеслав! Очень рад вас слышать. «В добром здравии и рассудке». Да-да-да. И сегодня в этом «Добром здравии и рассудке» мы поговорим с вами о такой вот многогранной профессии, как продюсер игр. И она настолько по-разному воспринимается в разных компаниях, продюсеры бывают очень разные. Поэтому у нас сегодня сразу три интереснейших гостя, каждый из которых продюсер игр. И давайте, давай, Олег, наверное, попросим наших гостей представиться. С нами сегодня Максим Фомичев. Макс, привет! Всем привет! Здравствуй, Макс! Наконец-то можно тебя услышать хотя бы так. Обычно, да. Ну, обычно мы смотрим на посты Макса в Фейсбуке, да, и видим его фотографию. А сегодня мы слышим голос, и как-то даже менее привычно, чем читать текст. Слушайте, ребята, еще 10 лет как бы и видео появится, возможно. О, ну это ты загнул, это загнул. Такого не может быть, я не верю тебе. Ты еще скажи, что в игры можно будет играть без дисков. Да, и Максим, да, Максим продюсер компании «Пиксоник». Конкретно проект «Варроботс». Проект «Варроботс». Сегодня с нами Слава Лукьяненко. Слава, привет! Привет, привет! Привет, Слава! Да, привет, Слава! Вот я тогда сегодня, давайте, буду Вячеслав, а Слава будет Слава. Договорились. Да, Слава продюсера компании CD Projekt Red, верно? Все так, на проекте Cyberpunk 2077. Какая красота! У нас к тебе много вопросов. Отвечать на них я, конечно же, не буду. Да, да, да. Вот, это первый критерий настоящего продюсера. В общем, все мы уже и сказали про продюсеров почти. Только NDA, только хардкор. И с нами сегодня Екатерина Котова, продюсер компании 101XP. Катя, привет! Привет, Вячеслав! Ну что ж, и сегодня мы вот с вами как раз со всеми поговорим о профессии продюсер-игр. Каждый из вас является продюсером, и, вероятно, у каждого из вас немного свое понимание этой профессии. Расскажите, пожалуйста, ну, вкратце о своем пути в геймдев. Вот те, кто нас слушает, они хотят в геймдев. Вы хотели-хотели, и получилось. Вот расскажите о своем пути в геймдев и то, чего вы вот сейчас делаете в рамках этой интересной профессии продюсер-игр и как к ней пришли. Ну и вот давайте с Макса начнем, собственно. Ну, у меня история достаточно долгая, потому что я в игры пришел в 2003 году, и я, наверное, один из немногих людей в индустрии, кто может говорить с чистой совесть, что я попал в геймдев через кровать, потому что я попал в игровую индустрию через чат-кроватка, который буквально вчера закрылся. Это ты сделал? Нет. Ну, то есть я был уверен, что он лет 10 уже как мертв, но я сидел, собственно, как бы, мне было сколько там, лет 16, наверное, сидел, чатился, увидел баннер интервью по игре то ли Крит, то ли Брит, это был русский шутер, не помню уже, почему он был очень интересен, да, и я пошел, кликнул по баннеру, перешел на сайт геймгуру.ру, прочитал интервью, оно мне очень не понравилось, я пришел на форумы, оставил пост, что как бы вы пишете мало ли не о том, потом туда пришел, собственно, админ этого сайта, Женя Маурус, он сейчас владелец группы компаний UpQuantum, AdQuantum и прочее, и, собственно, сказал, что если такой умный, как бы бери, пиши сам. Вот, ну, типа, через год я стал главредом этого сайта, вот, а это был 2003 год, и, ну, то есть, редакция сайта состояла из трех школьников, ну, вот, собственно, я, Женя и Денис Гусев, по-моему, сейчас не знаю, где он. Вот, ну, а дальше, собственно, понеслась, пошел в пиар, в пиаре лет 8, потом начал расширять, так сказать, границы сознания, маркетинг, бездев, паблишинг, оперирование, ну, не оперирование, паблишинг, вот, и два с половиной года назад понял, что я есть в титрах, там, пяти или шести игры, ну, ни одну из этих игр я не могу назвать своей, мне очень захотелось пойти, собственно, в продукт, вот, я из директора по издательству в компании Alternativa Games, это продукт Anki Online, я пошел в помощники продюсера в компанию Pixonic, где я, собственно, вот до сих пор сижу, но уже как настоящий мальчик в должности продюсера. А у тебя есть теперь помощник? Есть, он, кстати, с ваших курсов. О, великолепно. А еще вот, Максим, не знаю, это секрет, не секрет, у Максима есть секретная группа в Фейсбуке, ну, которая такая, секрет, и там я двумя пальцами как-то там помахал, да, вот, называется PR and Game Div, в которой тусят все продюсеры и пиарщики и следят. И все. Ну, многие, да, многие, и обсуждают всякие текущие штуки... Она называется просто InGame Div. А, да, уже InGame Div, да. Сделали репрендинг. Она прошла, да, только ты прям с языка снял, Макс, она прошла именно эту. Да. Она не секретная, она просто закрытая, и там чуть-чуть больше людей, то есть это группа про операционную часть игровой индустрии, то есть группа, там проще перечислить, кого там нет, там нет художников, геймдизов, технических людей, рекламы и, ну, в общем, такое... Там нет тех, кто делает игры, короче. Да, там нет тех, кто делает игры, там делают, там есть те, кто на играх зарабатывают деньги и помогают тем, кто зарабатывают деньги. Вот, да, если вы такой, в описании подкаста есть ссылочка на эту группу, можете подать туда заявку, и если кровавая тирания Максиму разрешит вам вступить, вы сможете наслаждаться разными веселыми обсуждениями, которые там происходят, всех таких скандальных событий в игровой индустрии. А года через три, а года через три и участвовать. Да, да, да. Ну что, спасибо большое, Максим, за рассказ. А чем ты сейчас занимаешься на работе? Вот прямо сейчас я релиз готовлю в параллели. Не, вообще, ну, что делаешь как продюсер? Вообще, как продюсер сложный вопрос, потому что, ну, тут нужно понимать, что Pixonic – большая компания, да, нас там больше 260 человек, команда роботов – это около 90 человек, соответственно, мои функции сводятся... Так, команда роботов – это очень прикольно звучит. Да. Машины смерти и разработки игр. Вот. Соответственно, и мои функции сводятся, по большей части, к менеджменту, стратегии, общему управлению командой и продуктом. То есть я такой мини-SEO на продукте. То есть если, грубо говоря, к команде роботов добавить, ну, условно, бухгалтерию, HR и немножко бэк-офиса, то и выделить в отдельный юрлицо, то получится полноценная игровая студия. Отлично. Ну, да, вкратце понятно, а сейчас мы будем в деталях обсуждать. Так, давайте дальше. Слав, привет тебе ещё раз. Вот расскажи, пожалуйста, немного про себя. Мне кажется, там, над той игрой, над которой работаешь ты сейчас, там очень много наших слушателей хотят работать. Ставьте плюс в чат, если вы хотели работать над такой же игрой, как Слава. Вот. Над малоизвестной игрой. Да-да-да. Как вы говорите. Неизвестной компанией, да. Да, расскажи, как прошёл вообще твой путь геймдев вот именно на текущую должность? Ну, скажем прямо, стал продюсером я случайно, с моей точки зрения. Потому что когда-то в далёком детстве я хотел быть физиком-ядерщиком, а потом как-то внезапно у меня появился ПК, и одновременно на улицах города стали открываться компьютерные клубы. Вот. После этого карьера будущего физикоядерщика пошла на смарку, я стал играть в игры, потом я решил их делать. Я занимался программированием, однако у меня не хватило таланта. В то же самое время меня выгнали из общаги в университете, решил, что пора зарабатывать деньги, и я стал тестировщиком. Примерно года четыре я игры не разрабатывал, потому что занимался аутсорсингом тестирования. Вот. А потом как-то получилось так, что моя подруга позвала меня построить QA-команду в Competitive Gaming, это было такое дело в Wargaming, вместе с Александром Деркачём. Собственно, пробыв в Wargaming около двух-двух с половиной лет, мне стало скучно, а при этом мой босс, не зря его упомянул, стал выделять меня как человека, который склонен к систематизации, тот, кто не сидит на месте и кому всегда нужно, чтобы всё было организовано и чётко. И таким вот случайным образом я получил в своё управление небольшую команду R&D, в рамках которой мы разрабатывали новые модификации для танков, большинство из которых так и не дожило на самом-то деле до релиза. Вот, получив опыт производства хотя бы небольших вещей, я на протяжении следующего года встречался в двери CD Projekt Red и в конце концов, после нескольких этапов переговоров. Я переехал в Краков и взял на себя команду Теха, собственно, тех ребят, которые разрабатывают движок для Киберпанка. Часть геймплейного функционала, часть анимации и QA. Ну и в итоге сейчас то, чем я занимаюсь, это, собственно, обеспечение того, чтобы всё у нас произошло в срок как надо и при этом ещё и выглядело отлично. Вот, это если совсем вкратце. Стоит сделать ремарку, что то, чем занимается Слава в русском геймдеве называется не продюсирование, а project management. Это очень спорный вопрос на самом-то деле, потому что... И мы про это поспорим. Да, спорный вопрос, потому что с одной стороны, да, сроки и задачи это PM, а качество это продюсер. А здесь получается и качество, и сроки, и задачи, да, Слав? Во многом, да. Есть разница в том, что у каждой компании на самом-то деле своя культура продюсирования и разработки. И, например, ещё тогда, когда я присоединялся к CD Project Red, одним из декварируемых правил считалось то, что ответственность между директорами и продюсерами разделяется 75-25 в плане качества сроки. Ну, то есть, директора больше отвечают за качество, продюсеры за сроки, соответственно, но влияние при этом сохраняют и те, и другие. Сейчас же, спустя много-много этапов разработки, я вижу, что, скорее, сейчас это паритет мнений, и директора и продюсеры несут равную ответственность за качество и за сроки. Тем не менее, методы воздействия на команду и взаимодействия с другими командами у директоров и продакшена очень разные. За бабки-то кто отвечает? Продакшен. Ну, вот опять Максим. Деньгами всё про деньги. Деньгами, я про деньги как-то. Я про это, собственно, ну, то есть основная разница-то в том, что как раз типа PM отвечает за качество и сроки продукта, а продюсер отвечает за бабло, ну, в отечественном геймдете. Ладно, давайте потом подискутируем, а то... Вот, мне кажется, что мы путём сложной дискуссии выведем золотую формулу этого золотого сечения продюсера. А нету золотой формулы, потому что это вообще во всех компаниях по-разному. И вот теперь как раз ещё одно мнение хотелось бы послушать. Екатерина, расскажи, а как вот ты попала в геймдев и чем занимаешься сейчас в 101XPM? Да, у меня, не знаю, к сожалению или к счастью, не такой романтичный или интересный опыт попадения в геймдев. Если начать издалека, то у меня был старший брат, и он как бы и есть. И он всё время играл в компьютеры, приставки и так далее. То есть игры для меня были такие, ну, прикольно, но я сама никогда не играла. Но где-то в 2010 году у меня подруга устроилась в маленькую компанию, которая разрабатывала социальные проекты тогда ещё было, как раз пик. И мне показалось это прикольным, я очень загорелась этой идеей, и меня взяли туда контентщиком. Спустя какое-то время я стала руководителем отдела саппорта поддержки пользователей. Собственно, это комьюнити и саппорты. И контент, то есть такой довольно большой отдел. Мы делали много прикольных игр, выходили на всякие разные соцсети. Тогда ещё было их много. Польские, немецкие, какие-то дикие ещё. Но там спустя какое-то время, к сожалению, компания закрылась частично, частично продалась. И мне пришлось искать новую работу. Я ушла из геймдева, проработала недолго проджектом, набралась там много всякого хорошего разработческого опыта и поняла, что не могу без геймдева. И спустя где-то там год я начала искать работу в геймдеве. Собственно, таким образом я оказалась в 101XP. И приходила я туда младшим ПМом на браузерные проекты. Познавала азы, собственно, паблишинга и оперирования. Проработала я, наверное, в этой позиции чуть меньше полугода. Стала ПМом. Стали там доверять больше всяких проектов. Но в основном это всё браузерки, оперирование и работа вот с текущими проектами. Где-то, получается, 16-й год. То есть пришла в 101 я в 14-м. В 16-м году нам пришла большая, очень клиентский проект. Не знаю, слышали ли меня. Блэс онлайн. Мой самый любимый. Тяжёлый, интересный и тяжёлый проект. Собственно, меня туда поставили как одним из проектов по технической части, как не смешно. Но для тех, кто не знает, этот проект, к сожалению, закрылся, у которого как раз-таки были проблемы именно с технической нагрузкой на серверы из-за большого онлайна и большого накопленной базы данных. Это одна из причин в том числе. Ну, собственно, набралась большого опыта. Мы поработали в большой команде над большим проектом с очень большими классными историями. И после этого, там, какое-то там спустя время проект закрылся. Я работала ещё над несколькими клиентскими проектами. И вот, собственно, то, чем я занимаюсь сейчас, спустя два года, в 2018 году мы открыли новое направление для нашей компании как паблишера. Мы работали в основном всегда с фри-то-плеем. И вот в 2018 году мы выпустили первый проект на Steam'е, buy-to-play. И, ну, в общем, пошло всё неплохо, и мы начали развивать это направление. И на текущий момент я являюсь, собственно, продюсером этого направления. Мы издали, получается, уже три игры на Steam'е, анонсировали четыре, готовим выпуск на консоли. И, в общем, вот, у нас изначально команда у нас была три человека, сейчас нас уже около десяти, и мы стараемся, стараемся как можем. Слушай, а чем занимаешься на работе, вот, что делаешь как продюсер этого направления? Катя в отпуске. Да, Катя в отпуске. Но вообще, на самом деле, работы много, и так как, в принципе, направление новое, я занимаюсь много чем. От бездевства до project-менеджерства, и даже, да, там, каких-нибудь маркетинговых штук, там, выбрать, какой лучше баннер поставить, там, и так далее. То есть, довольно много. А в общем и целом, конечно же, я занимаюсь выбором развития маркетинговой в основном компании, и в том числе направление разработки команд, которые разрабатывают проекты, с которыми мы работаем, и контролирую сроки, опять же, смотрю на бюджеты, контролирую, чтобы бюджеты не выходили за рамки планирования продаж. Ну вот, много всякого такого. Ну и, соответственно, очень много с командой работаю, поскольку сейчас у нас один project, и проектов много, задач много, и в любом случае я тоже участвую в этой истории. Вот. Круто. Спасибо, Катя. Спасибо. Слушайте, а вот, знаете, я ведь тоже продюсер. Я, получается... Ну, наконец-то, Слава. Да, да, да. Я же 11 лет назад, я когда вот из банка, ну, из банка решил перейти в игровую индустрию, и тогда меня взяли как раз на работу продюсером оперирования игр, продюсером оперирования в Mail.ru. И там вот я 6 лет работал, и если говорить вот именно о продюсере оперирования, это человек, который отвечает вот за запуск и последующее оперирование игры, чтобы она приносила деньги, чтобы качественно все было и хорошо. И получается, что это вот такой человек, который обеспечивает все необходимые ресурсы для релиза игры и поддержки этой игры, постоянный рост всех ключевых показателей. Вот. Некий такой единый информационный центр, где вот там все нити управления и информационные потоки сходятся, а ты как прокси там пропускаешь через себя это все дело и раскидываешь по всем остальным направлениям. Но это вот именно если говорить о продюсере оперирования. Ну и самое такое, самое, наверное, частое, что делаешь, это решаешь проблемы, вот, потому что... Знаете, я про продюсеры, я когда-то... Вот меня тогда взяли на работу продюсером, первое, что сделали, это отправили мне картинку с анекдотом, что сын спрашивает, пап, а сложно быть продюсером игр? Нет, сынок, это просто как ездить на велосипеде, только он горит, и ты горишь, и все горит, и ты в аду. Вот. Как бы такая вот... Слушай, ты же оперировал лицензионные проекты. Ты нашел свое место, да? Да, ну я оперировал игры, которые взяты, да, на оперирование по лицензии у китайских или корейских разработчиков. Вот. Ну и в том числе занимался и проектами, которые разрабатывались в внутренней студии, этим тоже занимался. Это, кстати, отличная стартовая точка для классификации, потому что прямо здесь уже можно сказать, что продюсер – это некоторая общая роль, которая сильно разнится между продюсером разработки, продюсером паблишинга, продюсером маркетинга, продюсером оперирования. В зависимости от того, чем занимается человек, меняется направление его действий, но при этом суть остается та же самая. Продюсер – это тот человек, который отвечает за своевременную доставку чего бы то ни было с заданным качественным, ограниченным бюджетом, но при этом с полным пониманием, и при этом он способен, как по-русски сказать, по-английски будет что-нибудь вроде «by providing leadership service and organizing the work environment». Да, все понятно. В любой ситуации… В любой ситуации вспоминай эту фразу, да? Да, я пытаюсь формулировать по-русски, да. Но суть не меняется. Те действия, которые может совершать продюсер, конечно же, могут разниться. Как бы да, но нет. Потому что, ну, то есть… Это и будет ключевым поинтом. Это не доставка продуктов, KPI – это извлечение прибыли. Вот. А каким образом я это сделаю? Ну, да, но достижение и цели – это настолько общее, что сюда можно, не знаю, шахтерам. Друзья, давайте так. Давайте вот прямо сейчас каждый из вас скажет одной фразой тот количественный показатель, который от вас требует, как от продюсера. И это будет не все, конечно, что мы хотели у вас узнать. Но хотя бы с этого начнем. Вот, Максим, что с тебя, как с продюсера, требует твоя компания? Бабло. Бабло. Это, собственно, интегральный показатель эффективности работы всего проекта. Ну, окей. Хорошо, спасибо. Вячеслав, а с тебя что? Ну, понятное дело, то же самое. Бабло. Бабло, да. Но когда ты занимаешься, например, продюсированием инди-игр, и… Вот сейчас я, например, занимаюсь продюсированием игр наших слушателей-выпускников, и там главная цель – не бабло, а научить их делать игры. И там главная цель – это, чтобы на выходе люди получили понимание и умение запуска игры от идеи до релиза, ну, и желательно максимально оперативно, чтобы потом уже зарабатывать деньги, начально научившись. Максимальный процент интеграции твоих лидов, я имею в виду тех, кого ты довел до конца, в игровое сообщество. Да. Нет, Макс Фумичево, помощники? Да? Ну, вот, да-да-да, это сейчас такой главный показатель. Хорошо. А, Екатерина, а вы что поведаете нам про свои ощущенческие KPI? На самом деле ничего нового, всё та же прибыль по итогу, да. Слушайте, ну, это же логично, потому что в конечном итоге продюсер, как бы, да, это человек, который отвечает за продукт, за направление, да, а, соответственно, конечная цель любого бизнеса – это получение прибыли. Это точно. Вот, поэтому, соответственно, продюсер – человек, в первую очередь, собственно, который про деньги, про, соответственно, про бизнес. Я, собственно, поэтому изначально сказал, что тем, то, чем занимаемся, грубо говоря, мы, да, и то, чем занимает Слава, в российской классификации по-разному называется. Это прям тонкий момент, потому что я его на себе много раз ощутил, потому что, когда приходят, типа, рекрутеры из-за бугра, вот, и говорят, чувак, у нас есть офигенная позиция продюсера, ты начинаешь читать, а там реально PM, ну, потому что там Scrum, Agile, менеджмент спринтов, там прочие, там, Capacity Scope и прочие вещи, а у меня этим как раз занимаются PM. А у тебя LTV. А у меня, ну, да, LTV, как, собственно, кусок юнит-экономики, у меня там. То есть ты открываешь обязанности, а у тебя там LTV. Ну, да. И нулевой чёрнрейт, и всё. Я думаю, что здесь основная причина заключается в том, что в России и в СНГ, в принципе, уже давно в классификации закрепилась разница между проектным менеджментом продуктовым менеджментом, в то время как в геймдеве, особенно в западном, продюсер – это некоторая химера между проектным менеджером и продукт менеджером. О, да, хорошее сравнение. Слав, но при этом у вас же есть такое понятие, как геймдиректор, да, то есть это человек, который отвечает, собственно, за вижен, за стратегию продукта, да, за, там, условно, грубо говоря, за общую, за целостность этого продукта, да, и, собственно, как бы я так понимаю, что именно с геймдиректора спрашивают как раз за деньги в итоге. Скорее, больше за качество деньги – это, ну, смотря как отвечать на вопрос, спрашивают, да, потому что спросить за деньги… Ну, вот если проект провалился, вот смотри, если проект провалился, как бы, да, там, не окупился в деньгах, перестал зарабатывать деньги, чью голову… А он первым уволен? Да. О, скорее всего, исполнительного продюсера, потому что исполнительный продюсер, в конце концов, отвечает за бобу. Значит, собственно, как бы, вот наш продюсер, наша классификация – это исполнительный продюсер у вас. Но надо говорить, наша классификация не говоря, что вот в России такая классификация, а конкретно в компании, потому что, вот, например, в 101XP есть же продюсеры и есть проект-менеджеры, да, а в чем, Олег, разница между продюсером и проект-менеджером в 101XP? Она же не заключается в том, что там проект-менеджер только за сроки и коммуникации в подкоманде, да, продюсер за проект в целом и финансовую успешность. Я так понимаю, тут разница в том, что просто у продюсера за направление проектов, а проект-менеджер за конкретный проект, ну и все. И сроки, и качество, и деньги, и команды, и все-все-все, правильно? Вот за что, Слава, тебя люблю, ты задал вопрос, сам у него ответил. Ну, тогда к следующему вопросу. Да-да-да. Ну, в общем-то, в следующий раз, когда будем записывать подкаст, ты просто сам его запишу и все. Олег, слушай, но у вас же в 101, насколько я знаю, проекты, они играют роль еще и у LiveOps-менеджеров, то есть у вас это люди, которые занимаются и прочими вещами. Да-да-да. Ну, то есть это как раз, да, это тот функционал... Шивообразный у нас в хорошем смысле, ребята, да. Да, это тот функционал, который в команде, например, Пиксоника делают, типа, отдельно выделенные люди. То есть мы тут приходим, да, от проблемы, как бы, нейминга, да, к проблеме, собственно, того, что действительно в каждой студии продюсеры называют разных людей с очень разным функционалом. Мне кажется, здесь есть прямая корреляция между размером команды на проекте и, соответственно, количеством ручной работы, которой занимается вот условно вот этот продюсер. Потому что чем меньше команды... Ну и объем задач, объем задач. Потому что у нас же первично мы были издателями только, да, и у нас поэтому, собственно, основные задачи были издательские. Вот, поэтому там много всего. А у вас, например, они разработческие в основном. Хотя понятно, что вы и самый издатель. Мы же сам издат, да. Да, сам издат, это круто. Мы тоже сам издат. Я бы даже отметил, что есть еще одна зависимость, а именно то, чем занимается продюсер, напрямую зависит от продукта, который разрабатывает компания или продуктов. Соответственно, и количество продуктов, я бы сказал еще. И количество продуктов, да. Потому что работа на продюсера на ААА-проекте будет сильно отличаться над работой на ААА-проекте в онлайне и еще больше отличаться от мобильных онлайн-игр или даже не мобильных онлайн-игр. Да, мало того, Слав, я думаю, что на ААА-проекте продюсер не один, но я имею в виду, там есть топ-продюсер, наверное, без названия топ, конечно, и, видимо, это исполнительный как раз, а под ним уже там какие-то исполнительные исполнительного продюсера, кто там еще, креативные продюсеры, продюсеры по чему-то, продюсеры по дизайну. Ну, короче, я подозреваю, что когда компания, это компания проекта, то там все, в общем-то, может быть в продюсер, ну, по моим ощущениям. А давайте поговорим на конкретных примерах про задачи, ну, потому что мы поняли, что эта профессия сложная, поэтому мы собрались сегодня в таком большом количестве, чтобы разносторонние мнения, и у каждого из собравшихся есть много кейсов, что происходит у продюсера, более того, из этих кейсов даже формируются тестовые задания продюсеру, когда его берут в компанию, они же чаще всего формируются из конкретных кейсов, которые происходят на проекте, и, ну, и что в это время делает продюсер. Кстати, в описании подкаста тестовые задания на продюсера они будут, нам их любезно предоставили наши гости. Вот, давайте прям конкретно пройдемся по некоторым примерам, вот, Макс, расскажи прям вот конкретные пару примеров, что делает продюсер, может, прямо из тестового, который ты мне скидывал, или еще что-то такое. Давай из тестового там веселого или нудного? Давай вначале веселое, и потом сразу нудное, чтобы баланс соблюсти. Сейчас, что-нибудь, что-нибудь такое. Ну, вот, есть нудная задача, да, наоборот пойдем. Значит, рядники, вся команда вынуждена переехала на удаленку из-за коронавируса. Спустя несколько недель вы выясняете, что команде клиентской разработки необходимы некоторые девайсы на 1-2 часа в день. Они, ну, фиксят какую-то проблему с перформансом, им нужно, собственно, они сделали фикс, им нужно быстро проверить его. Вот. Для тестирования, собственно, багфикса, да. Девайсы есть в парке от девокуа внутреннего, но куашникам они нужны на постоянной основе для проведения плей-тестов 3-4 раза в день. Соответственно, куа внутренне, ну, типа, весь пол девайсов, он был роздан на руки куашникам, и, соответственно, девайсы у куашников дома, вместе с самим куашниками. Вот. Соответственно, как бы, есть запрос от разработки, да, есть, вот, собственно, куашник, у которых есть девайсы, и тем и другим девайсам нужны. Вот как решить данную ситуацию? Ну, как? Расскажи, как? Ну, как? Давай. Ты же продюсер. Что бы ты делал в данной ситуации, да? Давайте, продюсеры, как решить проблему? Everybody, продюсеры, решайте проблему. Я могу решить эту проблему для вас за 2000 долларов. Давай. Каким образом? Отлично. Ну, кстати, интересно. Давайте обсудим. Ну, это, правда, серьёзная проблема, что девайсов нету, а плейтесты проводить надо, как решить задачу. Здесь, наверное, нужно, ну, в первую очередь, всегда продюсер, на мой взгляд, он исходит из целей. То есть, всегда всё, ну, вот, к любой задаче мы подходим, ориентируясь на конкретные цели. То есть, нам нужно тестировать багфиксы, и конкретным людям нужны девайсы, им не нужен весь зоопарк девайсов, им нужны несколько конкретных девайсов, которые просто курьером из зоопарка можно им отправить, чтобы у них были. А также попросить, спросить, там, не знаю, ну, собственные телефоны. А вот я думаю, что сейчас сделаю поправку, нельзя отправить. Нет, можно отправить, просто, ну, то есть, как бы... Просто их меньше, чем есть. Ну, закупать не хочется. Да, куашникам нужно 3-4 раза в день, разработчикам нужно на неделю, типа, ну, вот там, один-два раза в день. Гонять их туда-сюда можно, но это стоит денег, это занимается два часа времени. Нет, нет, гонять это невыгодно. Выгоднее всего, чтобы у куашников был весь зоопарк, то, что им на зоопарке надо, а у разработчиков девайсы, которые, ну, в идеале слабенькие, ну, за 5-10 тысяч рублей их даже купить не жалко. Так нет, тебе же, они же фиксят перформанс, тебе нужен девайс с конкретным, там, условно, с конкретным чипсетом. То есть, это не просто любые девайсы, да, это вот прям конкретные девайсы, которые есть в парке. А, с конкретным чипсетом? Ну, тут покупать, я думаю. Я думаю, самый простой способ это организовать удаленный доступ, потому что, если мы говорим про девкиты, то консольные API это позволяют сделать, если мы говорим про устройства типа мобильных телефонов или планшетов, здесь я не уверен, но наверняка что-то для удаленного тестирования есть, вот, и в этом случае можно даже вынести дополнительную выгоду, если какой-нибудь из QA будет мониторить процесс этого тестинга и, например, снимать какие-то дополнительные логи, если этого позволяет, собственно, сам процесс. Вот, ну, я попробовал бы решить так, если позволяли бы возможности. Ну, на самом деле, правильный вариант назвал слава, мы просто купили девайсы, потому что это было оптимальное решение, ну, то есть, типа, лишние девайсы в парке никогда не бывают лишними, а это был самый быстрый способ решения проблемы. На Авито. Ну, я уж не знаю, где там закупались, как бы, но так как там нужен был условно определенный Mali, как бы, из чипсетов, то, скорее всего, на Авито. Это вопрос был на умение, типа, что называется, think outside the box, да, то есть, тебе не дается в условиях, что ты можешь это купить, но, как бы, поди и купи. Ну, да, но здесь еще интересно... Поди, а это надо падать на ноги, что ли? Нет, я вот еще очень люблю подходить к решению продюсерских задач, если это не задачи, которые вот требуют, там, упали сервера, решай прямо здесь и сейчас. А, ну, есть время на решение, я люблю поговорить с, ну, там, с разными заинтересованными сторонами, там, противоборствующими, заинтересованными, просто разными отделами. Просто поговорить, пообщаться, узнать мнение о том, что они думают по поводу оптимального решения этой задачи, и потом уже принимать решения, обладая всеми мнениями всех сторон. Это вот как Сталин делал, кстати, так. Ага. То есть, ты думаешь, это только сталинская технология? Нет, ну, понятно, да. Я, знаешь, никогда не думал, я не думал, что я сталинист, Слав, вот до этого момента, в общем, вот. Да, она обладает мнением детских сторон. Слушай, давай теперь веселая, да, это такая... Ну, давай. Веселый. Этот кейс не настоящий, но он может стать настоящим прям в любой момент. В любой момент. Это, прости, Макс, я просто хотел сказать, что продюсерская работа чем хороша? Что любой кейс может стать, любой, который вы сейчас придумаете, самый безумный, он в любой момент может стать настоящим. Вот это, наверное, самое главное в работе продюсера. Да. В общем, в игре существует популярный клан англоязычный с коротким тегом ЛГБТ. Естественно, к ЛГБТ-движению никакого отношения он не имеет, там, условно, лига джентльменов башкирской тирании, ну, что они такое. Вот. Русскоязычные игроки воспринимают эту историю в штыки. Они составляют петиции о недопустимости подобного, ссылаясь на статью 6 пункт 21 КАП РФ о запретении и пропаганды, и начинают массово призывать к запрету данного клана, причем делают они это в, ну, типа, не только во ВКонтаже, да, они приходят в Фейсбук, на Реддит, прям везде, вот, ну, прям такая массовая движуха, вот, в свою очередь, соответственно, западные игроки, они приходят и говорят, вы что, ребят, ну, типа, есть как гуманитарные ценности, да, там, типа, есть вообще права человека, вот, к тебе приходят КМ и говорят, мы не знаем, что делать, вот, типа, там клин и тут клин, вот, что делать. Очень интересная ситуация, кстати, причем совершенно реально возможна, и они могут еще потом начать писать не только, да, в социальных сетях, еще руководителю компании любят они, любят играть и часто написать. Ну, хрен с ним сопоедителем компании, они могут как прокуратуру писать начать. Да, 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 и даже вплоть до этого может дойти, это точно, и здесь еще затронуты ценности, что русских игроков обидев, там, ну, там, иностранных, ну, да, разница в подходе к русским иностранным игрокам, но здесь, конечно, ситуация не очень, ну, близко, потому что обычно иностранные игроки не смотрят, что творится в России, и только учатся, ну, и сервера по-разному. Ну, так, а тут из России это несут прям в иностранной комьюнити. Ну, вот, да, есть, на Reddit, на Reddit кто-нибудь вынес, и там понеслось, что это тирания и все такое. Сталинизм. А можно я отвечу, да, на это? Давай, давай. В девятнадцатом году, в конце, или в начале двухтысячного, двадцатого, извините, года, вышел сериал «Мификвест» от Юбисофта, и там была очень похожая ситуация, там на сервере объявилась, значит, группа нацистов, типа псевдо-нацистов, которые используют свастику, кидают зигу, значит, и собираются. И у них было очень элегантное решение, в принципе, довольно логичное, отправить их в ссылку, так называемую, на отдельный сервер, и вот, чтобы они там сидели, и в том числе это касаемо, то есть, русских и европейских и американских сообществ, обычно сервера разделяются. Именно по той причине, потому что... Ну, а вот тут у тебя глобальный сервак. Ну, типа, квастеры разные, но русские играют со всей Европой. Ну, и, соответственно, пример с нацистами, он не совсем корректный, потому что это, типа, злов в чистом виде, и там понятно, ты берешь, как бы, их банишь, потому что, как бы, ну, типа, негоже нам тут, типа, эти нацистские идеи проповедовать, а тут-то с ЛГБТ-то тема же тоньше, да, как бы, то есть, это как права человека и все дело, и культурные ценности. Ну, это шуточка была, ну, Макс. А, простите, простите, я только с юмором в 9 вечера. А шуточка про что была? Шуточка про что есть конкретно? Про ЛГБТ или про нацистов? По Сталина было, теперь надо про Гитлера. Нет, ну, шуточка про то, что в сериалах есть решение всех проблем. Вот, скорее. Это правда. И знаешь, в каком? В сериале Симпсоны есть решение всех проблем. Кстати, вот я бы хотел здесь отметить, что если продюсер лично пойдет общаться с руководителем этого клана, лично с ним поговорит и просто по-человечески попросит изменить, то в 80% случаев это просто сработает, потому что, ну, лично продюсер игры пришел и попросил. Ну, то есть, твое решение это пойти, собственно, на встречу русским игрокам и переименовать клан? Не, не переименовать, а попросить, чтобы ребята сами переименовали свой клан. Ну, одну букву. Чьими руками-то? А своими-своими, чтобы они сами переименовали. Есть еще вариант. Например, вместо A, вместо L поставили A. И все. И хорошо. И единорога с радугой на аватарку. Да, да, да. Вот. Ну, короче, я бы в этой ситуации пошел бы и выпустил стейтмент, что мы за права человека, потому что, как бы, ну, типа, все люди, как бы, равны, мы всех игроков ценим одинаково, и нам не важна их, типа, раса, полуоориентация и прочее по одной простой причине, потому что, ну, типа, русские тупо меньше платят. Да, лояльность иностранной аудитории важнее. Тоже правильно. То есть, если ливнет 3-4 клана, как бы, русских вот этих агалтевых фанатиков, а если ливнет такой же объем, соответственно, не знаю, платящий американской аудитории, то будет больно. Да, это в тех 20% случаев, если просто по-хорошему не удастся договориться с ребятами, чтобы они сами все сделали и сами все написали, что да, 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 мы вот решили по-другому назваться, потому что сами. Вот. Ну, и вот такие, собственно, из таких вот вещей строится, в общем-то... И строится работа продюсера, да? Да, там 30% такого, 70% рутиной. 70%. А рутина? Что за рутина? Что вообще рутинные? Отчеты? Отчеты, приоритизация спринтов, фичекаты, обсуждение документации, дизайнов. Ну, в общем, обычная работа по продакшену. Забавно то, что ты сейчас перечислил примерно все то же самое, что я тоже делаю. А Катя уже все это перечисляла, мне кажется, примерно то же, да, то же самое, что и у нас происходит так же. Слава, а что, можешь поделишься примерами вот конкретных вещей, которые делаешь? Вот тоже ты, ну, скидывал тестовое, да, мне? Вот можешь поделиться, что там вообще, ну, что может быть? Ну, в рамках тестовой я отметил свои вопросы, которые я обычно задаю продюсерам при собеседовании. В отличие от вопросов Макса, они не подразумевают никакого правильного ответа, потому что, как правило, хороших ответов на ситуации, с которыми приходит продюсеру, нет. Нет, только правильное мышление, то есть на всех этих вопросах проверяется конкретно, мыслит человек как продюсер или не мыслит, да? Да, ну, собственно, пример один. Давайте представим, что сегодня 20 мая, до премьеры вашей игры на E3 остается примерно две недели, и QA сообщает это краша, который случается абсолютно случайно и только на одной конкретной конфигурации. Вот. При этом ваш лучший программист уже два дня потратил, пытаясь найти причину бага, но так как нет порядочных шагов воспроизведения, найти причину практически нереально. Вот. Вот демонстрация игры на вот этой вот конкретной конфигурации уже согласована с партнерами. Что делать? Сменить конфигурацию. Сменить конфигурацию. Ну, типа, ты приходишь к партнеру, говоришь, ну, то есть ты приходишь к партнеру и говоришь, братан, у меня вот на этом конфиге есть баг, замени типа видяху. Ну, типа, поменяй комп, я не знаю, ну, это самое простое, чтобы не напрягать команду разработки лишний раз. Если важно конкретно, вот смотри, конфигурацию, это не вопрос think out of the box, это вопрос того, что у нас конфигурацию нельзя сменить. Ну, давай представим, что ты договорился с NVIDIA показать на какой-то GeForce 4080 какой-нибудь Google GTX, да? И он работает конкретно на этой видеокарте. Ну, вот, две недели. Ну, сменить демку, сменить билд, обрезать демку, ну, то есть, типа, в какой момент краш возникает? На запуске, на пятнадцатой минуте. Вот, абсолютно случайно. Чисто продюсерские вопросы, кстати, Максим задает, обратите внимание. Баги чисто случайно не случаются, то есть, типа, если это чисто случайно, как бы, ну, то есть, там, скорее всего, можно найти какую-то техничку, либо что-то еще. Вот, соответственно, как бы, у крышей всегда есть, типа, воспроизведение какое-то. Вот, ну, то есть, типа, много тестеров, много QA, обрезать билд, поставить таймер, поставить выкидывание в главное меню на, типа, перед багом. Что еще можно? Ну, то есть, каким-то образом не допустить показ этого бага. Или договариваться с партнером. Убернуть договариваться с партнером, договариваться... Ну, вот, похожая ситуация была, кстати, у меня, да. Ну, только не с Y3, а с другой, но там просто, да, договорились с партнером. Просто договорились. Ничего не рассказывая партнеру, показать на другой видеокарте, да? Ну, это совсем-совсем неправильный подход. И знаешь, это... Слав, еще это очень часто помогает рестарт. Вот просто рестарт компьютер. На самом деле, если бы я собеседовал бы Макса, я бы поставил себе галочку типа чек, потому что вместо того, чтобы искать какой-то конкретный способ, Макс пошел тем путем, что он пытается минимизировать вероятность того, что это случится на демке. И это, на самом-то деле, один из единственных способов того, что можно сделать в условиях неопределенности. Если у тебя недостаточно данных, уменьшай, уменьшай, уменьшай выборку, пока, наконец, ты не находишься в безопасности, или бы ты не нашел причины. Макс, вы приняты. Подождите, я первый этап собеседования прошел уже. Давай еще. Следующая ситуация. Подкаст хочу в геймде. Мы воплощаем ваши мечты в реальность. В общем, вот так вот. Хорошо. Другой вопрос. Похожий. Максим, готовься. Так, давайте. Окей. Ваш лидеразработчик подхватил простуду. Может быть, грипп, может быть, коронавирус. Мы сейчас не знаем. Вот он просто вам звонит с утра и говорит, совсем плохо себя чувствую, у вас skype call или slack call, whatever. Лид утверждает, что несмотря на то, что он приболел, он может продолжать работать из дома. Удобно. Home office, все дела. Но вы видите его, и по его улицу явно видно, что ему нужно прилечь. Но в то же самое время у вас до важного майлстоуна одна неделя, а отсутствие лида сильно замедлит работу. Собственно, как будете действовать? Когда стоит вопрос вложить, соответственно, продукт в срок, есть всегда три вещи. Есть овертаймы, есть сколп, есть ресурс, есть время. Соответственно, время у нас здесь не двигается, а мы можем двигать либо ресурс, либо сколп. Соответственно, ресурс выбывает, значит, нужно срезать сколп. К майлстоуну просто будет меньше. Отличный ответ. Просто потому, что, как правило, первая зацепка, которая приходит новому людям, они размышляют о том, пушить лида разработки или нет. А это напрямую затрагивает уже ценности компании и ценности конкретного продюсера. Если человек хотя бы рассматривает вариант того, что больной человек будет на него работать, ну, как правило, это ноу-гоу, потому что, ну, люди не ресурсы. Если человек устав или человек болен, ему нужно дать отдохнуть. Слушай, а многие ли продюсеры рассматривают людей не как ресурсы? А подождите, у меня вопрос не продюсера, а, Макс, что такое сколп? Поясни тем, кто не знает. Ну, условно, объем задач, которые тебе нужно сделать к тому или иному майлстоуну. Окей. Про майлстоуну не спрашивай, все должны знать. Да. Тебе нужно выкатить пять фичей, соответственно, если ты не успеваешь, ты можешь либо кранчить, либо продвигать срок, либо делать четыре фичи. И чаще всего сделать четыре фичи, если это, ну, там, не угрожает каким-то определенным большими проблемам, это всегда проще. Если угрожает, то, ну, можно подумать о том, чтобы, типа, по-овертаймить или, ну, то есть, типа, либо кинуть в овертайм всю команду, либо, соответственно, договориться с разработчиком. Если он под, ну, типа, горит жеванием, ну, ты же его не будешь запрещать. Спасибо вам, Максим. И вы прошли второй этап собеседования. А когда не сгораемая сумма? Друзья, все, кто нас слушает, вы поняли, да, все эти кейсы реальны или близки к реальности, и если после их прослушки вы решили все-таки во что бы то ни стал стать продюсером, то, возможно, это ваша дорога. То идите в бизнес, в отношении в Индию. А у меня все-таки вопрос. А вот смотри, вот у Макса уже есть ассистент. Как бы вы по очереди выскажетесь, пожалуйста, чуть-чуть, по каким параметрам вы возьмете себе человека в ассистента с потенциальным ростом в продюсеры? Что в нем должно быть и чего не должно быть? Вот, опять же, учится человек, например, у Славы и хочет к вам прийти. Что он должен уметь, не уметь, не знаю. В общем, ну, вот-вот-вот пришел человек, а вы сразу поймете, о-е, будет со мной работать. Или о-е ни в коем случае. Ну, в моем случае это были горящие глаза, базовое понимание процессов и адекватное мышление вот в тех самых дурацких вопросах, которые я зачитывал, их там 11, такие 9. Слушай, Макс, а у меня это горящие глаза, это то же самое, что метагейм. Я у всех у вас спрашиваю, у всех очень разный ответ на вот для тебя что, горящие глаза? Для меня горящие глаза, это когда я вижу человека, который, грубо говоря, ну, то есть, типа, на вопрос, а что ты хочешь, да, он там косвенно отвечает, что я хочу, типа, через два года тебя нахер сбросить с этого трона, как бы, занять твое место. Вот это горящие глаза. Когда человек хочет расти, хочет развиваться, хочет, соответственно, чего-то добиваться, да, а не просто прийти, как бы, и сесть. И это очень важно именно на роботах, потому что проекту седьмой год, проект хорошо приносит, да, и очень велик собран, как бы, прийти и просто, ну, типа, оставаться на том же уровне, а его нужно, собственно, тащить. Так, записали. Хорошо. Спасибо. Слава, Екатерина. Слава. С моей точки зрения, человек должен обладать системными мышлениями, в первую очередь, потому что при разработке сложных систем, вроде игр, очень важно, чтобы человек мог поддерживать диалог в каком-то общем словаре, используя общую номенклатуру, а не придумывать новые термины, и при этом, чтобы эти термины были разложены по порядку в его голове. А как ты проверишь системность, вот, ну, не знаю, там, буквально, ты понимаешь, с чего-то очень быстрого системный человек или нет, там, не знаю, бросаешь ему связку игральных фишек и еще что-нибудь, что, как ты замечаешь это? Можно дать тестовое задание, можно дать не тестовое задание, а просто задание, которое в своей сути будет заключаться в том, чтобы переработать какие-то данные, структурировать их, презентовать в понятном виде. То есть, фактически, способность переработать большое количество материалов, найти в них рациональное зерно и какую-то структуру, это просто must-have для того, чтобы разобраться в, ну, собственно, в проекте игровом. Окей, у нас уже, да, понятно. У нас уже есть горящие глаза и системность. Еще что-нибудь есть у тебя такое, что тебе важно? Для меня важно то, чтобы человек всегда помнил о документации и документируемости проекта. Без этого, ну, опять же, я не люблю людей, которые, работая на проекте, особенно на продакшн-позициях, ничего не записывают и с которыми потом очень сложно найти, о чем мы, в принципе, договорились, когда и где. Вот, соответственно, то же самое касается ведения джиры или других таск-трекеров, неаккуратность в e-mail'ах. Все эти вещи, которые являются основой коммуникации, записанной коммуникации, должны быть на хорошем уровне у продюсера. Друзья, придете, славим собеседование, записывайте хоть что-то, можете рисовать. Главное, чтобы он не видел. Короче, спасибо. Екатерина, а вы что скажете? У меня, наверное, скорее как больше ближе к Максу. Ну, конкретно, да, там я к себе в помощнике. Я, наверное, не буду искать джуна, потому что, ну, потому что сложная достаточно работа и нужны какие-то более обширные знания там в рынке, в процессах, как работает Steam, как работают консоли, как вообще работают рынки, как работает разработка, как общаться с партнерами. То есть, ну, вот хоть какой-то там начальный опыт именно там хотя бы проекта, он нам прям необходим. Катя, а если тебе твой помощник будет искать джуна, то он на что обратит внимание, а ты краем пройдешь и скажешь, хорошо, я думаю, что ты отверстишься. Хорошо, ладно. В первую очередь ответственность, конечно. Ответственность и желание... Как ты замеряешь? Это сложно. Катя, ну, то есть я правильно понимаю, что тебе нужен человек уже с хардскивами готовым? Да. Ну, как бы не... Ну, middle, наверное, скорее, не senior, но middle, но вот с джуном нам будет сложнее гораздо. Это тоже возможно, но... Почему? Почему не джун? Ну, то есть, как бы, джун – это же, ну, типа, клёвая штука, которую ты за полгода, за год можешь слепить прям вот под себя, под свои нужды. А middle всегда приходит, ну, уже со своим опытом, тебе его приходится прям напильником, ну, на жёсткую дорабатывать. И это прекрасно. Типа, человек со своим опытом придёт и, возможно, поможет нам, типа, скажет, что мы делаем не так, например. Ну, типа, взгляд со стороны? Да, направление, ну, довольно свежее, да. Тут, ребят, смотрите, какая история, я простите, что вас немножко проектирую. Мы же всё-таки говорим про тех людей, которые условно хотят геймдев, и вот они, ну, они всё равно джуны, ну, с точки зрения входа, да, и вот поэтому хочу узнать твой вижен на джуна, он какой, в общем, вот. Не обязательно, что он прям к тебе, может, там, ну, ты человек, с которым будет работать, и ты участвуешь в найме. Окей. Но при этом джун. Понял. Да. Ну, в первую очередь, это, конечно, так называемые Горящие Глаза и... Две пары Горящих Глаз этому историку. Окей. Потому что, мне кажется, в целом в геймдеве это важно, то есть, если тебе не нравится, чем ты занимаешься, то в российском, по крайней мере, геймдеве будет очень сложно. И, ну, общее базовое понимание работы рынков, именно компьютерных игр и знания трендов и текущих, там, инди-проектов и ААА-проектов, что сейчас выходит на рынок, что интересно и так далее. Угу, угу, посибочки. Я хочу добавить еще один поинт, наверное, для того, чтобы тут дополнить картинку идеального джуниор-продюсера. Крайне важно, чтобы человек на позиции продюсера всегда продолжал учиться, потому что... Ну, да. Это, мне кажется, на любой позиции важно. Да, просто, ну, с моей точки зрения, продюсер – это та профессия, в которой ты знаешь всего понемногу. Вот, и каждый день, каждую неделю открывается какая-то новая область, в которую тебе нужно вторгнуться максимально быстро, разобраться и пойти дальше. Вот. О, я прям с тобой всеми частями тела зал. У меня еще тоже поинт, хоть я и не продюсер, это то, чтобы ты всегда мог свергнуть себя с пьедестала. Ну, в любой момент. Вот это как раз по поводу того, чтобы всегда учиться, но не накапливать, знаешь, вот эти знания, громоздя себе постамент за постаментом. А, типа, отучился и пошел дальше, не вспоминая там об этом. Ну, я имею в виду, если не нужен больше, не то, что там я там в 2000, в 1920 году на коне там шашкой рубил там не знаю кого, а как бы, ну, все время быть в тренде и понимать, что то, что вчера знал, может, сегодня уже и не нужно. Вот раз заговорили про обучение, давай твой любимый вопрос я задам. Давай, Слава. Мы думаем, покурить можем, да, Слава? Сам поговори сейчас. Олег, ты хотел задать свой вопрос. Друзья, пока Слава хочет задать мой вопрос, я его спрошу. Вы про обучение тут начали говорить. Что, как вам кажется, продюсеру надо, первое, изучить, чтобы стать продюсером, второе, изучать, чтобы остаться продюсером. В общем, вот, как обычно, выскажитесь по кругу, пожалуйста. Люди добрые. Я, как обычно, первый, но документацию проекта, все. У меня просто очень странное в жизни отношение к образовательным курсам МБА, умным книжкам, в общем, потому что я в своей жизни прочитал, типа, две умных книжки, как бы, Котлера по маркетингу, да, Marketing Essentials и вторую какую-то. Вот. И после второй я понял, что я никогда не буду в жизни больше читать умных книжек, потому что, как бы, ну, это трата времени, и книжки по геймдеву, если это не фундаментальные вещи, типа, там, основ геймдизайна или разработки, они устаревают в момент выхода. Ну, да. Лучше твой блог читать. Я имею в виду группу, лучше читать твою. Ну, типа того, да. Ну, то есть, типа, нужно быть в курсе, как бы, читать новости, читать какие-то аналитические материалы на каком-то deconstruction of fun, условно смотреть ютублеров, которые разбирают механики в играх, и читать документацию по своему проекту. И так можно и стать продюсером, и, самое главное, остаться. Ну, кстати, вот-вот-вот, да, да, да. Нет ситуации хуже, когда ты приходишь к геймдизам и говоришь, ой, ребят, а что у нас там, вот, типа, на этой единице контента она как работает? Ну, это прям, типа, позорище. У меня такое бывает. То есть... То есть, как это, важнейший совет, чтобы стать продюсером, читайте, в конце концов, документацию проектов своих, в общем-то. А вот смешно сказать, а на самом деле, правда, знаешь, как не всегда легко продюсеру читать документацию проекта. Конечно, никто не говорит про легкость. Да, это очень важно. Невыносимая легкость чтения бизнес-документов. По поводу читки документов, как бы, есть определенные, так сказать, очень тяжелые моменты, ну, в практике Picsonic, например. Это вторая половина года, когда у нас идет подготовка следующего года. У нас, в принципе, pipeline разработки выстроен таким образом, что мы все фичи на следующий год, мы на стадии концепт-документации готовим, соответственно, ну, типа, в этом году. Вот. И это все приводит к тому, что в октябре, в ноябре мне нужно, там, типа, вычитать, откомментировать, выдать фидбэк, там, по, там, 30-40 документам. Вот. И вот это прямо дище. Ну, вот, Макс, ты говоришь, читать, а писать не надо эту документацию продюсеру? Мне, слава богу, нет. У меня для этого есть те самые 90 лучших... Свободили тебя. Окей, хорошо. Только ты не писатель, ты читатель. Ясно. Окей. Хорошо. Коллеги, а вы что скажете? Что надо учить, кроме документации проекта? И надо ли что-то учить? Или читать чатик in-game dev и документацию? Я, наверное, здесь побуду тотальным автеподом Максима. Отлично. Но я сойдусь с ним в двух пунктах. Первый пункт заключается в том, что проектную документацию читать надо. Вот, а еще лучше, объясню это по той простой причине, что очень часто те разработчики, которые пишут документацию, они даже иногда не знают, где лежит остальная документация и где найти определенные вещи. Соответственно, очень часто бывает так, что продюсер становится в том числе местным гуглом, который рассказывает, где что лежит и где что посмотреть, если возникла какая-то проблема. Второй пункт, по которому я с Максом соглашусь, касается того, что хороших книг в скобочках по продакшену нет. Вот просто потому, что я этим вопросом озадачивался. У меня сейчас стоит где-то около 3-4 книг различных изданий, которые начинаются с вами продакшеном, геймдев или геймпродакшен. Тем не менее, полезной информации там почти нет. Однако я бы кому-нибудь посоветовала все-таки хотя бы одну, абсолютно любую. Купить, почитать, даже если в ней будет устаревшая информация, можно принять этого внимания и примерно представить себе, как работает фреймворк продюсирования игр. Вот. А теперь все вещи, которые касаются, что продолжать читать. Я читаю практически все, что выходит. Особенно эпическую фантастику, литр ПГ и современное литературу или как? Нет, я имею в виду в основном узкопрофессиональную литературу, которая касается создания персонажей, которая касается геймдизайна, левел дизайна, любых минимальных аспектов, пусть даже самых маленьких разработки игр. Просто потому, что только таким способом ты можешь получить какие-то дополнительные, не только, но это самое приятное для меня. Таким способом ты можешь получить дополнительные инсайты и глубокое понимание того, почему представители определенных профессий принимают какие-то конкретные решения. В частности, почему вот у этой девочки, которую нарисовал ваш художник, красные волосы и синяя юбка? Что он хотел этим сказать? И тут ты такой вспоминаешь, потому что красные волосы – это образ легкомысленности, а синий сюда вообще на самом деле не входит, потому что вот этот художник сказал, что так не надо. И ты идешь и ему говоришь, типа, слушай, я могу аргументировать, почему мне не нравится это. Собственно, мой поинт в целом заключается в том, что расширение сферы знаний и попытка говорить на том же самом языке, что и дизайнеры, с те же самыми ценностями, что и у них, дает максимальное количество очков в любом диалоге с ним. Окей. Тем не менее, если нет времени на то, чтобы читать книжки, сейчас есть огромное количество подкастов, которые покрывают многие-многие аспекты по верхам, и что самое главное, появился еще один подкаст, который вправляет гейм-девелоперам мозги. Вот, и я хочу порекомендовать послушать Лешу Савченко от начала и до конца. Да. И в то же самое время, последние пару лет, как делают игры, дают очень много интересных инсайтов о поводу того, что происходит в растущей компании TinyBuild. Это тоже интересный материал. И еще хочу в гейм-дев послушать. Да, хочу в гейм-дев наш подкаст, конечно. И ссылки на эти подкасты мы опубликуем у нас в описании нашего подкаста. Также сейчас очень хороший подкаст. Раз в неделю выкладывают представители DevGama. Вообще на канале DevGama много видео с конференцией, которые там рассказывали разные вещи. Это полезно посмотреть. И, собственно, подкаст, который они сейчас делают. Ссылка на него тоже в описании нашего подкаста. Кросс-опыление подкастами будет. Тогда уж и нас, ЖЗУ-ГД, тоже слушайте. Слушайте все. Да-да-да, слушайте все. И подкаст ЖЗА-ГД. Вот это все давайте... Так, погодите. Я один тут без подкаста получается, да? Да. Мне не один. Да-да-да. Мне один. Все, пошли делать подкаст. Всем студентам в ИШБ, когда я преподаю, я рекомендую почитать Deconstructors of Fun еще. Хороший портал. Да, там лонгриды, но они того стоят. Я, правда, не каждый раз почитаю, потому что они лонгриды. Это слишком серьезно. Вот. Но реально очень крутые делают там разборы, ребята. Но мы еще Катю не послушали. Катя, прости, что мы тут начали тереть про подкаст. Но мы про тебя не забыли. Если я еще успею вклиниться с рекомендацией подкастов, мне очень нравится еще слушать Noclip, просто потому, что, как правило, они рассказывают про проекты, которые релизились давно или уже прошел годик, и можно рассказывать самую мякоть. Поэтому там иногда проскакивают интересные истории для того, чтобы положить себе это в голову и знать, как действовать в следующий раз. Постмортами прям настоящие, да? Ну, как постмортами. Интервью, но ведущие там хорошие иногда выводят на интересные темы. Крутяк, крутяк. Важно еще, конечно же, отметить, что если хотите именно, ну вот, вообще в целом системно получится, то 12 ноября у нас запускается курс менеджмент игровых проектов. Уже 12 поток. Он будет и очно, и дистанционно. Так что можно из любой части мира. И можно системно поучиться всему от, скажем так, ну там от зарождения игры, идеи игры до ее продажи и оперирования. Ну и надо ответить, конечно, что если вы уже опытный продюсер, то вам скорее к нам преподавать, если у вас больше 10 лет опыта в этом деле. А если вы как раз хотите в геймдев, то вот наша программа как раз дает взлет именно тому, чтобы стать продюсером. Вы не научитесь сразу продюсировать игры, за 8 месяцев это невозможно. Но там стать менеджером проекта, стать ассистентом продюсера, да, стать начинающим геймдизайнером, это как раз можно. У нас только нам приходится с такой целью, 75% такую цель реализовывают. И там сейчас уже, так как нам 6 лет, уже многие из наших выпускников как раз продюсерами работают. Потом к Максу или к Екатерине? Не-не-не, у меня мой пока еще живой. Вдруг ты расширишься, а нам всегда нужны и свежая кровь в том числе, в хорошем смысле свежая кровь. Горящие глаза, свежая кровь. Да, если что, то игровая индустрия, она питается глазами и кровью, поэтому больше глаз и крови. Больше глаз и крови, да. И чатиком ингеймдев. А мы все Кате никак не спросим. Да-да-да, Катя. Екатерина, скажи нам, что ты как продюсер рекомендуешь читать или не читать продюсером тем, кто хочет стать этим человеком в своих смелых мечтах? Вот. Поведай, пожалуйста. Да, но я не знаю, на самом деле, почему ребята не упомянули эту вещь, но мне кажется, очень важно иметь какие-то хотя бы базовые понятия о том, как управлять проектами и ресурсами. То есть какие-то там базовые знания по проект-менеджерству. И, как мне кажется, стать продюсером, не побывав продуктологом или проектом, очень сложно. То есть либо каким-то узким специалистом там в разработке, который уже проработал какое-то время и знает, опять же, как работает команда. Либо вот вырастать из проектов. Поэтому управление проектами, управление ресурсами, мне кажется, это нужно в первую очередь. Ну и, соответственно, в нашем, например, направлении именно премиум проектов, инди-проектов издательства необходимо, ну, быть эрудированным и знать, что сейчас есть на рынке, как вообще работают игры. То есть зачастую приходится решать проблемы с разработчиками. Типа, например, там прыжок в платформере недостаточно и красиво, и почему, и как это сделать. И также было бы неплохо, если бы там разбирались в движках. То есть это там базовые какие-то основы Unreal или базовые основы Unity. Я вот тут Кате возражу, потому что знание движков даже на базовом уровне как бы это прям вообще не требование. Ну, потому что, ну типа это бонус, но... Это рекомендация, да. Но это вообще не обязательно. То есть без этого можно вполне себе прожить. Но ты же знаешь их на базовом уровне, правильно? Нет. Нет, я никогда в жизни не видел ни Unity, ни Unreal. Да, но ты их не открыл? Я просто не люблю очень кодить, вообще капец как не люблю, поэтому я их, ну я знаю, но не делаю никак. У нас просто скорее специфика немножко другая, потому что мы работаем как раз с инди-проектами, которые работают на таких движках. Вы билды отсматриваете в редакторе Unity, что ли? Нет, но ты когда планируешь, например, подписываешь договор и планируешь на год разработки, они говорят, что мы будем делать в Unreal, и расписывают фичу, например, которую очень сложно делать в Unreal. Так. Ну и, соответственно, ты сможешь примерно оценить... А почему у вас оценку костов разработки делает, собственно, продюсер, а не технический специалист, который дает эту оценку гораздо лучше? Это хороший вопрос, мы растем. Максим дал такой и исключительно продюсерский вопрос задал, да? Нет, ну слушай, это же логично, типа маркетинговый бюджет как бы из панды должен отсоедать маркетолог. Техничку, технику, ну то есть... Ну у нас, видишь, немножко по-другому. Слав, а ты как это, движки знаешь, нет? Я разрабатываю на Unity руками, у меня есть сайт-проект, который я делаю на Unreal, и на работе я регулярно запускаю на Splendash Red Engine. Я в целом могу сказать, что на самом-то деле любые хард-скейлы, они просто определяют то, что ты можешь закрыть в продакшене, и то, что ты не можешь. В частности, если ты, ну, слаб в работе с движками, то тебе очень часто придется обращаться к техническим специалистам для того, чтобы тебе дали пояснение по каким-то пунктам, вместо того, чтобы самому открыть, посмотреть и быстро ответить на этот вопрос. Вот, точно так же, я думаю, в вопросах маркетинга без каких-то специфических знаний продюсер может быть способен ответить на некоторые вопросы. Собственно, никогда нет никаких серьезных ограничений, типа без знания Unreal продюсером не станешь, или там не знаешь, что такое CPI, и вали. Вот, но вполне каждая крупица знаний просто расширяет твой диапазон действий. Нет, скажем так, если продюсер не знает, что такое CPI, то это не продюсер. Ему действительно нужно валить. Ему действительно нужно валить, да. Смотрите, ну, профессия продюсер классная, профессия продюсер интересная, профессия креативная, и мы с вами, считайте, уже продали эту профессию тем, кто нас слушает, и люди готовы начать и стремиться туда. А давайте, может, поговорим, а есть какие-то там темные стороны силы продюсера, темная сторона вот этого всего? Есть какие-то негативные вещи в работе продюсера? Да ну разве постоянный стресс, депрессия, плохой сон и отсутствие аппетита можно считать плохими сторонами при такой веселой работе? Да ну боже мой. Ой, да, нет, конечно, стресса много, да. Смех смехом, да. Я как бы не совсем шучу, потому что продюсер это чертовски стрессовая как бы задача, потому что на если обожался кто-то из разработки или дизайна, то в конечном итоге это твой косяк, потому что ты недополучишь денег. Поэтому есть некоторый элемент нервозности. Слав. Есть старая добрая фраза, которая говорит, что если команда пришла к успеху, то это успех команды, если команда продолбалась, то это косяк руководителя, но в дальнем случае продюсер. Все так. Так и есть. Катя, а ты что думаешь? Думаю, то же самое. Ну, возможно, еще плюс переработки, постоянный стресс, да, депрессия, слезы по ночам, вот это все. Да, слезы по ночам. У нас с вами сегодня прям такой насыщенный, насыщенный вышел подкаст. Мы давали советов, что почитать, что посмотреть, что это вообще за профессия такая, продюсер. Давайте закончим на такой мажорной ноте. Что, сколько получает продюсер-то? Вообще вот такая оценка заработка продюсера. Вот давайте я... На самом-то деле все очень просто. Можно... Вот я сейчас прям при вас открываю сайт InGameJob. Есть такой сайт InGameJob. Открыли его, и там прям есть такая строчка зарплаты. И мы смотрим, ну там они проводят независимый опрос того, сколько вообще получают в GameJob на разных профессиях. И это такое среднее по больнице, ну очень среднее и очень сильно там разнится в разных компаниях и так далее, но тем не менее. И вот давай посмотрим, где здесь у нас продюсер. Сор, ты понимаешь, что у них там цены в долларах, и моя зарплата рублевая в долларах за последние два месяца, ну процентов на 30 сократилось. А, да-да-да-да-да. Поэтому это абсолютно нерелевантные данные. Это да, сейчас уже с учетом курса доллара, да, но если вот посмотреть, что продюсер, да, продюсер в среднем зарплата типа 2, ну там от 2 до 3,5 тысяч долларов. Вот-вот получается такая. От 2 до 3,5 тысяч долларов зарплата продюсера. В принципе, в принципе, что думаете, насколько это реально, ну насколько это реально нереальная вилка для продюсера. Но надо понимать, что продюсером является человек, не который джун с горящими глазами пришел. Вот джун с горящими глазами, это скорее там, если там в долларах брать, это там тысяча долларов, да, там ну плюс-минус. Вот, плюс-минус тысяча долларов. А вот человек, который уже 3-4-5 лет в геймдеве. Вилка от 2 до 3,5 тысяч долларов. Ну, на мой взгляд, на то, что вот я вот знаю, нанимали и нанимал сам, это, ну реально, да, такая и есть. Ну вот, в рублях, если говорить про хорошего продюсера, вот насколько я знаю, это 150-300 тысяч. Что скажете? Сейчас доллар по 80 уже, это значит, типа, 160-240, ну да, наверное, реально. Ну, Слава даже спрашивать бесполезно, потому что это... Слава, ты помнишь, что такое рубли? Да, ты! Я, честно говоря, даже и не знаю, я же белорус, вы чё? А, так у вас же тоже? У вас свои? Да, у нас свои, да. Бубли. Да, чё, Кать, думаешь по этой вилке, правильно озвучена вилка для продюсера, который там, ну сколько там, 3-5-7 лет в геймдеве? Я думаю, что в целом да, но многое зависит от компании. Но есть нюансы. Да. И бонусы, опять-таки, нужно не забывать. Очень часто у продюсера есть бонусы, которые завязаны конкретно доходы проекта. В разных компаниях они по-разному считаются. Где-то это опцион, где-то это доля в компании, где-то это доля конкретно в проекте. Поэтому, конечно... Причем, деньги есть. Деньги есть, да. Деньги у продюсеров есть, но начнёте вы с начинающего геймдизайнера с зарплаты от 30 до 60 тысяч. Чтобы стать потом постепенно опытным продюсером и зарабатывать вот эти вот самые хорошие деньги, которые реально очень хорошие с точки зрения... Как ни посмотри, как ни крути, это очень хорошие деньги, учитывая, какие вообще там зарплаты у наших с вами... Ну, у тех, кто живёт рядом с нами. В большинстве своём. Особенно, если посмотреть вообще на средние зарплаты по стране. Так что вот так что, да. Про зарплаты всё хорошо, примерно обсудили. Понятно, что там у всех индей и говорить точно нельзя, но, тем не менее, видите, ещё вот у нас, к счастью, есть такой инструмент, в котором можно в целом среднее по рынку, среднее по больнице посмотреть. Да, надо Тане подсказать сделать индексацию. Да, надо сделать индексацию. А то как-то по бумагам-то зарплата растёт, а по факту не очень. Да, 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 да. Да, кстати, я обратил внимание, вот в последнее время всё больше именно девушек-продюсеров и хороших, очень крутых продюсеров. У нас на обучении даже, вот если раньше было, ну, где-то 25% девушек, 75% мужчин, то сейчас уже смещается где-то 35% девушек, там, 65% мужчин, то есть девушки сейчас всё больше и больше работают вот именно на руководящих должностях, продюсерами, это круто. А с кого расти-то, вот, вне зависимости от пола, с кого расти, ну, чтобы стать продюсером, давайте системно подойдём, вот, с чего начать, чтобы впоследствии через 3-4 года стать продюсером. Вот, насколько я вижу из моего опыта, да, в первую очередь продюсерами, особенно разработки становятся из геймдизайнеров, ну, соответственно, начав с младшего геймдизайнера. С профессии тестировщик на моих глазах выросло несколько продюсеров, ну, за много, там, тестировщик, геймдизайнер, продюсер, да. Из комьюнити-менеджера на моих глазах два раза становились продюсерами. Серьёзно? Именно из комьюнити-менеджера, да, вот, серьёзно, вот, и удивительное дело, но именно оттуда из комьюнити-менеджера два раза становились продюсерами. Я бы никогда из хорошего продюсера бы не взял человека. Ну, да, я вот про реальные случаи, да, вот сейчас рассказываю. А почему? А потому что, короче, на проекте, да, на оперируемом проекте есть сторона зла, сторона добра, соответственно, сторона зла, она представлена монетизацией и продуктовой аналитикой. Ну, то есть это люди, для которых, соответственно, там, играет и не играет, а продукт, да, это набор там типа цифр, и, соответственно, они видят за этим, ну, я утрирую, конечно, да, но тем не менее, вот, они видят, соответственно, за игроками цифры. Есть страна добра, которая представляет собой, собственно, геймдизайнеров и комьюнити, потому что геймдизы всегда хотят сделать интереснее и веселее, а КМ-ы, соответственно, хотят всем раздать всего бесплатно, чтобы игроки писали счастливые комментарии, а не вот как обычно. Но при этом геймдизы чаще обладают именно продуктовым мышлением, то есть геймдизы чаще гораздо понимают, что игра – это продукт, это коммерческий продукт, а вот у КМ-ов подобного я встречал в своей практике у двух с половиной людей. Макс, ты слишком категоричен, мне кажется. Я пришла из КМ-ов. Ну, хорошо, трех с половиной людей. Я много общаюсь с КМ-ами, я даже в чатике, я, собственно, создал даже чатик КМ-ов в Телеграме, и по большей части своей, то есть КМ-ы – это люди про сделать конкурс, устроить раздачу без понимания, для чего это нужно, зачем это нужно, как это измерить, и вот это все. Слушай, у меня КМ ассоциируется с большим таким добрым Сен-Бернаром, другом игроков, которые вот прям их любят. Да, продюсер должен быть бульдогом. Продюсер, да, продюсер. Но, тем не менее, факт остается фактом, из КМ-ов много приходит. Ну, естественно, из проект-менеджеров. Если вы сразу стали проект-менеджер, начинающий продюсер, младший проект-менеджер, руководитель проекта, ну, естественно, прямая дорога в продюсера. Откуда еще? Как еще стать продюсером? Да ты, в принципе, все перечислил, мне кажется. Типа, да. Ну, может быть, саппорт еще. Существуют еще варианты, больше распространенные на Западе, в тех случаях, когда продюсер еще, кроме всего прочего, активно доставляет какой-то контент. В частности, так бывает в арте, когда арт-лиц какой-то определенной команды становится арт-продюсером, при этом он оставляет у себя в тайтле словечко вроде «актин», показывает тем самым, что он и рисует, и ревьювит, и отвечает за все производство. Такие случаи редки, но тоже случаются. Ну, то есть, направление задано, младший геймдизайнер самая частая, откуда стать продюсером, ну, и дальше уже по обстоятельствам. Главное начать, войти в геймдев и развиваться там, и чтобы горели, горели глаза, они, ну, горят, когда ты игру-то делаешь, это же круто, интересный. Что может быть интереснее, чем делать игру, это же вообще офигенно круто, на мой взгляд. Делать хотфиксы для этой игры. Делать хотфиксы для этой игры, да-да-да. В час ночи, когда у тебя там в 6 утра заливка налив, да? В пятницу. В пятницу, да, исключительно в пятницу. Ну, слушайте, ветераны пятничных релизов, как бы, это же классик. Да-да-да-да-да. А, слушайте, а давайте, может, поделимся какими-нибудь продюсерскими смешными историями, которые с нами случались. Это, кстати, очень прикольно. Давайте, вот, смешные продюсерские истории. Есть что-нибудь такое, чем поделиться? За что не стыдно? Да-да-да-да, за что не стыдно. Ну, вот, например, давайте я поделюсь. Если релиз запланирован как раз на пятницу, на вечер, вот, не снесся он на пятницу, на вечер, а сервера оплачиваются с карточки инвестора, и инвестор забыл пополнить свою карточку, и нифига там не оплатил сервера, ну, и просто сервера закрыты, а инвестор улетел и не вне зоны доступа. Это вообще не смешная история. Это просто прям, ну, то есть... По-больному, да? Ну, у меня все смешные истории, они делятся на две категории. Это первое, когда мы чиним то, что не сломано. Вот, ну, то есть, как бы у нас там недавно мы выделили очередной апдейт, и у нас там немножко изменилась механика одного оружия, а так как у нас второе оружие строилось на механике первого оружия, мы подумали, что оно тоже заэффективось. Мы, соответственно, вышли в комьюнити со своими ребятами, мы сейчас все пофиксим, вот у этой пушки и у этой пушки. Вот, начали копаться, выяснилось, что вторая пушка по каким-то непонятным причинам не за аффекшена, вот, а пофиксили первую пушку, пришли, сказали, мы все починили, игроки такие, да, у второй пушки реально все лучше. Ну, вот такие смешные истории. А вторая смешная история, это когда ты релизишь что-то на прот, это что-то трогает механику четырехлетней давности. Вы две недели по 14 часов в сутки с разработкой, с аналитиками пытаетесь копать, как бы, в чем дело, а потом выяснять, что нужно было просто, ну, гавочку в админке поправить одну, и все становится хорошо. Ну, это тоже не очень смешная история, да, классика прям. Что еще? Я дополню тогда эту штуку HR-историями. Представьте себе ситуацию, что у вас очередной milestone приближается, вы договариваетесь с командой, что пора кранчить, и вы как все-таки усиленно работают поздно вечером, 8-9, что-то в этом роде, вы отправляетесь за пиццей, и кормите команду бесплатной едой, а на следующее утро половина команды слегает с отравлением. Ого! Слушай, вот это, конечно, да! Это точно смешные истории, все мы делимся. Не, ну тогда еще одна такая смешная история, что вы продюсер, и вы повезли своих игроков на международный турнир в Китай, представьте, да? Ну, и один день там свободный, китайцы спрашиваешь, там, ребят, а в Гакок-то можно съездить? Они говорят, да, да, там даже виза не нужна, чтобы в Гонконг поехать, просто езжайте в Гонконг, и все. А на следующее утро в 6 утра самолет. В Гонконг переезжаешь, действительно, на границе прям визу делаешь, обратно возвращаешься, а вам говорят, ну, конечно, в Гонконг можно бесплатно, там, зайти бесплатно, виза не нужна, ничего не надо. А обратно из Гонконга уже нельзя, все, извините. А то сюда легко, а обратно в Китай мы вас не пустим. И вот ты остаешься, ну, потому что виза-то из Москвы одноразовая, она погашена, и все, и вход бесплатный, а выхода нет. И вот ты начинаешь бегать по Гонконгу и думать, а как же это на следующее утро на самолет попасть, который у тебя из Китая, и все тебе говорят, не-не, ну, типа, вы можете спокойно быть в Гонконге, мы вас отпускаем, все на таможне говорят, но, типа, пропустить не пропустим. На всякий случай с собаками тебя еще досматривают 5 раз, но говорят, ну, ладно, мы вас отпускаем, уж так и быть. Это на вопрос, а как вот, что делать в такой ситуации? Ну да, в итоге, кстати, удалось, там они никто по-английски не понимает, только по-китайски. Я просто деньги не знаю, что мне пришло в голову, я просто в непонятное окошко просунул денег, а мне поставили визу, вот. Там одноразовую какую-то. Такие вот истории тоже бывают. Катя, а у тебя что-нибудь было смешное, связанное с продюсером? Слушай, ну ты не переживай, спустя годы это будет смешно. Ой, и все продюсеры сразу засмеялись на этот ответ. Ну, Сташ, тема безумная, бесконечно интересная, оживленная. Хорошо, что мы узнали разные мнения. Спасибо вам большое. Теперь мы знаем о том, что представляет собой профессия продюсер с разных точек зрения. Какие конкретно прикладные задачи бывают, возникают на этой профессии? Мы специально поделились сегодня именно прикладными задачами, потому что она очень разнообразная, многогранная профессия. Как стать продюсером? Чему учиться? Сколько можно зарабатывать на этом деле? Спасибо вам большое за то, что своими мнениями поделились. А я напоминаю, что буквально-таки через 12 дней у нас с вами состоится большая крупная конференция «Хочу в геймдев». Ну, у нас подкаст «Хочу в геймдев», а это будет даже не конференция, а фестиваль «Хочу в геймдев». Это самое большое событие, которое мы делаем в этом году. Это онлайн-фестиваль с тремя треками параллельными лекций, шоукейсами игровых проектов. В описании есть ссылочка, обязательно подавайте заявку, записывайтесь. Также в описании есть ссылка на нашу короткую дистанционную программу «Основа создания игр». Тоже еще вот есть буквально последний день для того, чтобы на нее оформиться, поучиться. И те деньги, которые вы за нее платите, мы перезачитаем в счет обучения на нашей большой программе «Менеджмент игровых проектов», который, в свою очередь, начинается 12 ноября. Но можете и так поучиться, на большую не идти. Просто основам геймдева поучиться тоже можно. Что ж, спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свои вопросы, пожелания. И мы с вами увидимся ровно через три недели и будем рассматривать новую интересную игровую профессию. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! Пока! Пока-пока!